Ги де Мопассан. Торт. Назовём её госпожу Энсер, чтобы не узнали её настоящего имени. Это была одна из тех парижских комет, которые оставляют за собой нечто вроде огненного следа. Она писала стихи и новеллы, обладала поэтической душой и была восхитительно красива. Она принимала у себя редко и только людей выдающихся, тех, кого обыкновенно называют королями чего-нибудь. Быть принятым у неё считалось своего рода почётным титулом, настоящим титулом ума, так, по крайней мере, оценивали её приглашения. Её муж играл роль скромного сателлита. Быть супругом звезды – дело нелёгкое. Но этот супруг возымел занощевую мысль создать государство в государстве. Приобрести личные заслуги, пусть даже не очень значительные. Словом, приёмные дни его жены стали и его приёмными днями. У него была своя специальная публика, которая ценила его, слушала и оказывала ему больше внимания, чем его ослепительной подруге. Он посвятил себя земледелию, кабинетному земледелию. Подобно этому бывают кабинетные генералы из тех, что рождаются, живут и умирают чиновниками военного министерства. Разве таких нет? Бывают кабинетные моряки, смотри в морском министерстве, кабинетные колонизаторы и прочее, и прочее. Итак, он изучал земледелие, изучал его основательно, во всех его взаимоотношениях с другими науками, с политической экономией, с искусствами, слово «искусство» употребляет теперь в разных сочетаниях. Даже ужасные железнодорожные мосты называют произведениями искусства. В конце концов, он достиг того, что о нем сказали. Это большой человек. Его цитировали в технических журналах. По ходатайству жены он был назначен членом какой-то комиссии при министерстве земледелия. Эта скромная слава его вполне удовлетворяла. Под предлогом сокращения расходов он приглашал своих друзей в те же дни, когда жена его принимала своих. Так что они соединялись или, вернее, составляли две группы. Госпожа Ансер со своей цветой из художников, академиков, министров занимала нечто вроде галереи, мебелированный и убранный в стиле ампир, а господин Ансер обычно удалялся со своими земледельцами в меньшую комнату, служившую курительной. Госпожа Ансер иронически называла ее салоном агрикультуры. Оба эти лагеря были резко разделены. Господин Ансер еще проникал иногда, впрочем, без всякой зависти, в академию своей супруги, где обменивался сердечными рукопожатиями. Но академия бесконечно презирала салон агрикультуры, и почти не бывало случая, чтобы один из королей науки, мысли и тому подобного присоединялся к земледельцам. Приемы эти устраивались без особых расходов. Чай, торт, вот и все. В первое время господин Ансер требовал два торта. Один для академии, другой для земледельцев. Но когда госпожа Ансер совершенно справедливо заметила, что подобный образ действий мог бы показаться разделением на два лагеря, две партии, на два приема гостей, господин Ансер более не настаивал. Таким образом, подавали всего один торт, которым госпожа Ансер оказывала честь академии, после чего торт переходил в салон агрикультуры. И вот вскоре этот торт стал у академии, поводом для любопытнейших наблюдений. Госпожа Ансер никогда не разрезала его сама. Роль эта постоянно переходила к тому или другому из именитых гостей. Эта своеобразная и особо почетная обязанность, которая была предметом домогательств, оставалась за каждым более или менее продолжительное время, месяца три, редко когда больше. При этом замечали, что привилегия разрезания торта влекла, по-видимому, за собой множество других преимуществ. Нечто вроде королевской или, скорее, вице-королевской власти, весьма подчеркнутой. Царствующий разрезыватель разговаривал громче других, властным тоном, и все милости хозяйки дома принадлежали ему решительно все. В интимном кругу, в полголоса, за дверями, этих счастливцев именовали фаворитами торта, и каждая смена фаворита вызывала в Академии своего рода революцию. Нож был скипетром, торт – эмблемой. Избранникам приносили поздравления. Земледельцы никогда не резали торта. Сам хозяин был исключен раз навсегда, хотя он и съедал свою порцию. Торт последовательно разрезали поэты, художники, романисты. В течение некоторого времени торт делил известный музыкант, ему наследовал посланник. Иногда кто-нибудь менее известный, но элегантный и изысканный, один из тех, кого называют сообразной эпохи истинным джентльменом, примерным кавалером, Дэнди, как-нибудь иначе, тоже усаживался перед символическим пирогом. Каждый из них в течение своего непродолжительного царствования выказывал супругу величайшее внимание. Когда же наступал час незаложения, он передавал нож другому и снова смешивался с толпой поклонников и обожателей прекрасной госпожи Ансер. Так длилось долго-долго, но ведь кометы не вечно светят одним и тем же светом. Всё на свете стареет. Стали говорить, что усердие разрезывателей мало-помалу ослабевает. Казалось, они уже колебались, когда к ним придвигали блюда. Эта обязанность, некогда столь завидная, становилась менее привлекательной. Её сохраняли не на такой длительный срок, как будто её меньше гордились. Госпожа Ансер расточала улыбки и любезности, но, увы, разрезали не так уж охотно. Новые гости, по-видимому, отказывались от этого. Один за другим снова появлялись бывшие фавориты, подобно свергнутым монархам, которых на короткое время возвращают к власти. Затем избранники стали редки, совсем редки. В течение одного месяца чудо разрезал торт сам господин Ансер. Затем это, по-видимому, утомило его. И вот однажды вечером гости увидели, что госпожа Ансер, прекрасная госпожа Ансер, разрезая торт самолично. Но это, очевидно, ей наскучило, и в следующий же приёмный день она так упрашивала одного из гостей, что тот не посмел отказаться. Символическое значение этого было, однако, слишком известно. Все переглядывались из-под тяжка, испуганы и встревожены. Разрезать торт было пустяком, но привилегии, на которые всегда давала право эта обязанность, теперь уже пугали. И впредь, как только появлялся пирог, академики у беспорядки устремлялись в салон агрикультуры, как будто для того, чтобы укрыться за спиной вечно улыбающегося супруга. А когда озабоченная госпожа Ансер показывалась в дверях, с тортом в одной руке и ножом в другой, все располагались вокруг её мужа, как бы прося его заступничества. Прошли годы. Никто не разрезал больше торта, но, следуя глубоко укоренившейся привычке, та, которую из любезности всё ещё величали прекрасной госпожой Ансер, каждый вечер выискивала глазами самоотверженного гостя, который взялся бы за нож, и каждый раз вокруг неё возникало то же движение, общее бегство, искусное, полное сложных и хитроумных манёвров, лишь бы избегнуть просьбы, готовые сорваться с её уст. Но вот однажды вечером ей представили совсем ещё молодого человека, непосвящённого новичка. Он не знал тайны торта, поэтому, когда торт появился, и все разбежались, а госпожа Ансер приняла из рук лакея блюда, юноша спокойно остался с нею. Быть может, ей показалось, что он знает, в чём дело. Она улыбнулась и нежно произнесла «Не будете ли вы так любезны разрезать торт?» Он засуетился и снял перчатки в восторге от оказанной чести. «Конечно, сударыня, с величайшим удовольствием!» И издали, из уголков галереи и в открытые двери салона агрикультуры, на него глядели изумлённые лица. Но когда все увидели, что новый гость резал довольно уверенно, все быстро приблизились к нему. Старик-поэт игриво потрепал новичка по плечу. «Браво, молодой человек!» – шепнул он ему на ухо. На юношу смотрели с любопытством. Сам супруг, казалось, был поражён. Что же касается молодого человека, то его удивило внимание, которое ему вдруг стали выказывать, а главное, он никак не мог понять той особенной любезности, той явной благосклонности, тех знаков молчаливой признательности, которые выказывала ему хозяйка дома. Однако, в конце концов, он, кажется, уразумел. В какой момент и где снизошло на него это откровение, неизвестно. Но когда он появился на следующем вечере, у него был рассеянный, почти престижный вид. И он с опаской поглядывал по сторонам. Наступил час чайпития. Вошёл лакей. Госпожа Ансер, улыбаясь, взяла блюдо, отыскивая своего молодого друга. Но он так быстро улетучился, что его и след простыл. Тогда она отправилась на поиски и вскоре нашла его в салоне агрикультуры, держа мужа под руку. Он взволнованно советовался с ним относительно способов истребления филоксеры. «Сударь», — обратилась она к нему, — «не будете ли вы любезны разрезать торт?» Он покраснел до ушей и пролепетал что-то в полной растерянности. Господин Ансер сжалился над ним. «Милый друг», — сказал он жене, — «будь любезна, не мешай нам. Мы беседуем о земледелии». Вели разрезать торт лакею. И с этого дня никто из гостей никогда уже не разрезал торт госпожи Ансер. «Милый друг», — «милый друг», — «милый друг», «милый друг»,